Всем привет! Продолжаю показывать новиночки от Fiora. Сегодня будут дизайны на клиентах вот в этих цветах. Начало обзора вы видели вот в этом видео. Начну со 139 номера. Напишите, как бы вы назвали этот цвет и не желтый, и не бежевый. В общем, такой осенний цвет. Им я сделала однотонное покрытие. Смотрите, как необычно смотрится. Ну, то есть, не часто можно встретить вот этот сложный желто-охристый цвет. Даже не знаю, как его охарактеризовать. 138-й это ближе к ораловому. Что-то светло-оранжевое. И в прошлом видео вы видели работу на клиенте. Дизайн, который я делала со слайдерами. Осень в Париже и основной цвет там был как раз вот этот. При нанесении пастельных гель-лаков есть некоторые нюансы, потому что из-за наличия белого пигмента они могут слегка полосить. В общем, можно наносить в три тонких слоя. Или сначала промазать ноготок, подвести близко к кутикуле и добавить уже побольше объема. Не так уж прям большого, как, например, выравнивание базой. Но все-таки достаточный для того, чтобы покрыть ноготь без проплешин. Конечно, толстый слой гель-лака нужно сушить дольше. 136 номер. Это зефирный розовый. Он, кстати, с блесточками и довольно симпатично выглядит. Вот здесь я покрываю им ногти клиентки. На форму не обращайте внимания. Тогда мы в Telegram обсуждали форму Slim. И это была моя первая попытка. Кстати, ногти у клиентки натуральные. Вот такая форма у нее от природы. И здесь я покрыла, правда, гель-лак втиркой. Сейчас вы можете видеть все три цвета вместе. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. И, конечно, мне все цвета нужно посмотреть, как смешиваются. Я люблю смешивать в градиентах самые неожиданные и несочетаемые вроде цвета. И вот здесь именно охристый желтый, можно сказать, что не вписывается вот в этот градиент. Потому что коралловый и розовый, они вот какие-то такие пастельные, зефирные. А охристый, он больше сложный какой-то цвет. И вот в сочетании с этими гель-лаками он даже выглядит грязновато. Но как отдельный элемент, по мне, так интересный цвет довольно. На просушенный гель-лак на дисперсию я наношу пигмент. Не смахиваю его, просушиваю в лампе. И только после этого смахиваю пигмент. И от него остается на дисперсии вот такое пятнышко поверх этого пятнышка. Арт-пастой я ставлю точечки и вытягиваю из них тонкие лепесточки. Лепесточки листьев я ставлю в некотором удалении друг от друга, чтобы они не сливались. Это густая объемная арт-паста. Юлия Голубкова показывала зефирные вензеля таким же примерно материалом. И вот специально для них к зиме я купила эту пасту. Далее прилепила слайдер, покрыла матовым топом. Да, перед этим я стерла остатки пигмента спиртом. После перекрытия матового топа я удалила излишки топа между цветочками для того, чтобы все-таки остался рельеф. И после просушки наношу второй слой листиков, лепестков так, чтобы они наслаивались друг на друга. И получается вот такой объемный эффект. Дальше мне стало интересно смешать коралловый с розовым и добавила белый цвет. В прошлом видео с этими гель-лаками я уже подробно говорила про градиент. Не стала делать своей обычной косметической кистью, а взяла вот эту. Но сейчас я купила кисть от Юлии Белей. Она не дешевая, но я считаю, что 500-600 рублей, если работающий мастер, то это небольшие деньги для того, чтобы делать градиент комфортно. В общем, я надеюсь на ту кисть, что у нее не будут вот так сильно слепаться волосинки, как у этой кисти. Потому что мне приходится постоянно вытирать ее об салфетку, убирать лишний материал, потому что волосинки слепаются. Здесь я нанесла матовый топ с крапинками белыми. Точно так же между цветочками вытерла излишки для того, чтобы был рельеф. И наношу лепесточки, только здесь они чуть короче, чем предыдущий слой. И если делать дизайн на клиенте, то можно сделать вот такую, например, комбинацию. И даже вот этот охристый, вроде бы не сочетающийся здесь цвет, все равно смотрится нормально, если вписать его именно в градиент. На сайте фиора действуют скидки, обратите на это внимание. Напоминаю, что ссылка будет в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.